Привет, друзья! Сегодня очередной выходной, и в Кобурге, и в округе региональная музейная ночь, поэтому очень многие музеи работают с 6 вечера до 23.00. Мы выбрались в городочек, который называется Клянь-Тетау. Это, видимо, центр какой-то стекольной промышленности, потому что здесь вот есть большая фабрика, и рядом с ней, и, видимо, даже принадлежит этой фабрике, есть музей стеклянной упаковки для парфюмерии, стеклянной тары для парфюмерии. Не знаю, как это правильно назвать. Вот за моей спиной вы видите вход в виде флакончика такого желтого. Так, вот мы немножко осматриваемся здесь в холлах музея. Тут в витринах вот флакончики разнообразные. Фабрика, которая принадлежит музею, называется Хайнс Глаз, и основана она была в 1622 году. Работает до сих пор. В исторической части экспозиции нам встретился алибострон. Это такая форма сосуда, одна из первых, которая использовалась для парфюмерных жидкостей. Широко представлены формы, используемые на этой фабрике с 1600-х годов. Они еще деревянные. И такая каждая форма использовалась там около восьми раз. Это каталоги продукции, каталоги форм бутылочек, емкостей, которые могла производить данная фабрика. Естественно, стеклянные емкости широко используются еще и в медицине. И для них фабрика Хайнс Глаз, на которой мы находимся, тоже производила такие сосуды. Для различных косметических средств, таких как крема или какие-то другие. Здесь вы видите легендарные упаковки для немецких духов Тоска и для Одиколуна 4711. Это все тоже производилось и до сих пор производится на данной фабрике. Сегодня производство полностью автоматизировано. Участие людей в деятельности данной фабрики минимальное. И вот здесь мы видим мини-станок, который демонстрирует то, как появляются стеклянные бутылочки. Выдувание стекла в этой части Баварии – это очень популярная и давняя деятельность. Здесь до сих пор живет много мастеров, которые могут обучать этому делу. И очень много городков, которые специализируются именно на производстве фарфора, изделий из стекла. И поэтому, конечно, экспозиция широко представляет исторический контекст этой деятельности и важности этой деятельности для региона. Современная деятельность фабрики тоже прекрасно представлена в одной из частей экспозиции. Называется эта часть «Путь стеклянной бутылочки». И здесь, мне кажется, наиболее наглядно и интересно детям можно объяснить вот это производство. Когда я здесь находилась, это все мне немножко напомнило наш город Тольятти. Мы в последние годы там много говорили о том, что Тольятти – это моногород. И здесь я тоже как-то так себя почувствовала в моногороде, в городе стеклянных бутылочек. Так, надеюсь, что это не так, и в Тетау есть еще что-то. Сложными и уникальными некоторые флаконы делает сейчас на фабрике лазерный гравер. Вот здесь мы можем с вами увидеть, как происходит этот процесс. Приятно и видно, что музей интересуется не только технической стороной вопроса, но еще и историческими контекстами. И собирают коллекцию, именно повествующую о истории парфюмерного дела. Здесь представлены шикарные образцы парфюмерного дома 47-11, парфюмерной воды легендарной немецкой «Тоска», которую начали здесь производить с 1921 года. И она до сих пор знакома немецким бабушкам, а у молодежи вызывает такое легкое недоумение иногда, когда кто-то в магазинах покупает ее. «Диориссимо» от «Диор», «Шанель». Огромная комната с коллекцией не только флаконов, но и ароматов самих вот этих душистых жидкостей, которые в них содержатся. Вот, к моему большому сожалению, не проводится здесь дегустация этих самых ароматов. Я бы очень хотела на себе ощутить аромат «Шалемар» или тех же «Диориссимо». Здесь вот в коллекции встретила те образцы духов, которыми когда-то там в 80-е и 90-е годы пользовалась моя мама. Так выглядит сегодня современное производство стеклянных парфюмерных бутылочек. Как я уже сказала, оно практически полностью автоматизировано, участие людей минимально. И вот здесь, в этом небольшом аквариуме, который позволяет рассмотреть этапы этого производства, я увидела всего одного человека, который вынимает и распределяет на конвейере вот эти самые стеклянные бутылочки. В музее флаконов выяснилось, что в этой музейной акции участвует большое количество музеев, которые дают потом бесплатный вход по тому билету, который вы уже купили в первом музее. Вот за него мы заплатили по 5 евро за человека и поехали в городок Зоннеберг. Он находится в соседней из Баварии земли Тюрингии. И решили сходить здесь в тоже ведомственный такой семейный производственный музей, который называется СОМСУ. И производит он анатомические, биологические модели для обучения. Это производство появилось в Зоннеберге 140 лет назад. Одна семья организовала вот в этом особнячке такие небольшие мастерские, стала привлекать сюда людей. Сотрудников здесь работало не очень много. И они стали производить различные формы и различные пособия для обучения. Конечно, большую часть экспозиции в этом историческом, можно сказать, ведомственном корпоративном музее занимают именно анатомические модели, как наиболее важные для обучения студентов-медиков. Есть целые залы со скелетами, с различными органами, с представлением различных заболеваний, патологий, что можно рассмотреть на этих моделях. И, конечно, это все очень здорово помогает, наглядно все это увидеть, изучить. Конечно, поразили меня здесь огромные стенды, содержащие в себе различные сорта яблок, груши, каких-то овощей. Очень много пособий, посвященных именно развитию плода, развитию ребенка во время беременности. Обратите внимание на модель. Видите, у нее там такие крючочки, открывашки и закрывашки, то есть она еще и открывается. Нужно рассмотреть все, что внутри этой лошади находится. Вот вам учебное пособие, как определить возраст лошади. По зубам. Три с половиной года лошадки, видите, зубки подросли у нее. Так, а вот здесь у нас уже разместились старые клячи. Вот у 18-летней вообще, смотрите, как, я не знаю, как будто во рту ноги. В этой комнате можно увидеть процесс изготовления этих самых фигур, которым посвящен музей. Здесь стоят формы, в которые заливался гипс для отливки. Здесь же профессионал расписывал эти самые фигуры нужным образом. Фрукты и овощи – это не цельнолитые фигуры. Это фигуры, состоящие из двух половинок. Вот так они выглядели и потом маскировались нужным образом. Наглядные пособия зомса-музеума можно увидеть в разных организациях, школах, университетах. Поскольку Зуниберг находился на территории, которая была оккупирована советскими войсками, пособия здесь подписывались и на русском языке. Вот эти сорта яблочек наши родные советские. Народу за этот вечер в музей побывало очень много. Кто-то начинал с маленького кафе, с чая и кофе. Кто-то шел сразу к экспонатам и пробовал там открывать, выдвигать, защелкивать и, в общем, всячески познавать этот мир с помощью этих самых пособий. То, для чего это было нужно. Ну вот, наконец-то стемнело и название акции «Музейная ночь» стало оправдывать себя. А мы тем временем приехали в третий городочек, который называется Риденталь, и решили зайти сегодня в музей современного стекла. Посмотрим, что есть там. Между городками и населенными пунктами, в которых находились музеи, участвующие в музейной ночи, пустили специальные автобусы. И желающие спокойненько ездили по музеям до поздна. Вообще, это не очень похоже на немцев. Обычно в 18.00 вечером на улице здесь уже никого нет, и они сидят по домам, но именно в музейную ночь многие выбрались, многие гуляли, и последние автобусы, которые отходили в 23.00 от музея в Ридентале, были полны людей. Музей современного стекла не предвещал для меня ничего особо интересного. Я не могу сказать, что являюсь поклонником современного искусства. Просто было любопытно заглянуть сюда и посмотреть, что же все-таки в нем есть. И как выяснилось, музей оказался достойным внимания, и очень-очень понравился моему мужу, который сказал, что из всех посещенных в эту ночь музеев этот просто самый крутой. Я так поняла, что здесь собрана большая коллекция работ начала 20 века и работ, которые были выполнены в 50-х, 60-х, 70-х годах 20 века художниками из Чехословакии, потому что очень много славянских фамилий. Встречаются работы немецких художников. Вообще создание работы из стекла это не просто какой-то творческий процесс, это не просто искусство. Я бы сказала, что здесь еще и подмешиваются разные науки, химия, физика, математика, геометрия, потому что художник, создающий такие работы, должен обладать какими-то невероятными знаниями, чтобы все получилось так, как нужно, чтобы стекло исказило или показалось в полной красе. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем наши музейные приключения, нашу музейную ночь и отправляемся в ночь кроватную. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.